ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Итак, у Бенджамина Take Profit в 10 раз меньше, чем Stop Loss. То есть нужно сделать 10 раз Take Profit, чтобы выйти в 0. Пока у вас включена функция хеджирования, Stop Loss даже не включен. В этом случае значение Stop Loss не играет роли. А вот если вы отключите функцию хеджирования, вот тогда вы уже можете сами выставлять Stop Loss. Те настройки, которые мы получаем каждую неделю, разве там не устанавливается Stop Loss? Нет, функция хеджирования включена по умолчанию, и поэтому Stop Loss обычно отключен. У меня были открыты сделки, и некоторые были закрыты с минусами. Если функция Stop Loss не включена, то кто тогда закрыл сделки в минус? Я уже объяснял о функции хеджирования. Бенджамин настроен таким образом, что даже если он видит негативную сделку, он одновременно открывает еще одну сделку, чтобы в итоге выйти в 0. Если вы откроете ваш МТ-4, то увидите, что там, где есть негативная сделка, в ту же самую секунду он открывает противоположную сделку. 85% сделок Бенджамина дают прибыль, 15% сделок убыточные. Но когда Бенджамин видит, что сделка идет в минус, он сразу открывает противоположную и выходит в 0. Вы можете заметить, что даже в моменты высокой волатильности Бенджамину удается либо делать прибыль, либо выходить в 0. Можно привести в пример ситуацию, когда на прошлой неделе евро-доллар стал очень резко расти. Бенджамин открывает одну, потом вторую и потом третью сделку, но не с той целью, чтобы получить прибыль, а чтобы выйти в 0. Так и происходит хеджирование. За 8 месяцев работы Бенджамина у него не было ни одной потери. Можно ли где-то посмотреть историю торгов Бенджамина за 8 месяцев? Например, счет на MyFXBook. По правилам FCTC мы как компании не имеем права предоставлять историю торгов на MyFXBook. Объясню почему. На MyFXBook очень легко манипулировать счетами. К примеру, вы открыли 50 счетов и ведете торговлю. 48 счетов ушли в минус, и только 2 оказались прибыльными. И вы демонстрируете всем только эти 2 счета и показываете, какой вы крутой трейдер. Хотя из 50 у вас 48 счетов ушли в минус. Поэтому как компания мы не имеем права предоставлять историю торгов на MyFXBook. Но у нас есть официальная группа на Facebook. Вы можете спросить наших клиентов об их результатах. Невозможно подделать результаты тысяч клиентов. Какая рекомендуемая сумма для Бенджамина? По моим наблюдениям, оптимальная сумма от 5 до 10 тысяч долларов. Известно, что чаще всего брокеры торгуют против трейдеров. У меня есть несколько аккаунтов с Бенджамином по 25 тысяч долларов. И на этих счетах Бенджамин делает мне 8% в месяц. Но на аккаунтах, где сумма от 5 до 8 тысяч долларов, Бенджамин делает до 30% в месяц. Складывается ощущение, что на счетах с крупными суммами брокер просто не дает открывать столько сделок, сколько открывается на счетах с суммами до 10 тысяч долларов. Можете пояснить, в чем заключается искусственный интеллект? Искусственный интеллект обычно выключен. Но когда происходит просадка ниже заданного уровня, он включается. Обычно по пятницам, когда происходит закрытие рынка, ему приходится работать достаточно часто. 85% сделок Бенджамин делает в плюс. А как раз благодаря искусственному интеллекту, на оставшихся 15% он не уходит в минус, а выходит в ноль. Алгоритм торговли приносит прибыль. А вот если идет просадка, то тут как раз в действие вступает искусственный интеллект. Если у вас роботы, которые торгуют на бинарных опционах и на криптовалютах. Для бинарных опционов я ничего не разрабатывал. А вот робот для торговли криптовалютой на бирже Kraken на данный момент в разработке. Планируется, что данный робот будет торговать одновременно 30 криптовалютных пар. Мы планируем также запустить еще дополнительных роботов, которые будут торговать серебром, нефтью и даже робота, торгующего на новостях. То есть во время выхода значительных новостей мы советуем отключать Гамильтона, а новостной робот, наоборот, будет в это время зарабатывать. Хотелось бы пояснений по поводу кнопки автотрейдинг. Правда ли, что при ее нажатии робот просто перестает открывать новые сделки, но при этом продолжает анализировать рынок. Когда кнопка автотрейдинг отключена, параметры для уже открытых сделок остаются теми же самыми. И когда будет получена ожидаемая прибыль, данная сделка будет закрыта. Форекс можно сравнить с маятником. Курс, словно маятник, колеблется от одной границы до другой. Есть утверждение, что Бенджамин разработал некий Энтони. Что можете на это сказать? Энтони был моим программистом, которому я заказал написание кода. Я сам трейдер, но не программист. Энтони отличный программист, но у него никакого опыта в трейдинге. Он взял код, который используется в Бенджамине, и на его основе сделал своего робота и начал продавать его клиентам. Но поскольку у него не было никакого опыта в трейдинге, а подобные программы постоянно нуждаются в настройке и доработке, в итоге его клиенты потеряли деньги. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok